коллеги всем привет я не собирался делать для музея юмора фронт-энд на фреймворке view но в одном из комментариев было предложено ну в смысле был задан вопрос и в общем то я предполагал что это будет востребовано но и в общем то решил попробовать это дело и вот за эту вот недельку буквально там сколько у меня получилось времени свободного выделить на то чтобы изучить этот фреймворк в свободное от работы время в общем так или иначе я немножко про него почитал посмотрел есть достаточно интересные концепции но более того я решил чуть чуть попозже сделать небольшой сравнительный анализ трех фреймворков но вернее двух фреймворков аурелия вилла и реакта потому что реакта не фреймворка библиотека вот ну и сделать этот вот обзор с комментариями на основании какого то опыта но и в общем то они чтобы не затягивать время давайте приступим и так для того чтобы вообще с чего-то начать я привык установить кли то есть команд лайн интерфейс и в общем то я нашел сайт который называется клию джи 40 как вы видите и нашел здесь инструкцию как ее установить в общем я сейчас это буду делать заодно вы можете делать это вместе со мной npm install можно сократить до буквы и я вот так пошла установка клим ну ком онлайн интерфейс и в общем я перемотаю отлично все установилась приступаем к следующему шагу для начала я перейду в папку но пусть будет темп и в этой папке я напишу так view create ну пусть так и называется view humor up я думаю что это не займет много времени да вот пошел визор так называемый ну я сделаю по молчанию смотрите я проверял что там есть мануале select features самом деле как много и я вот как новичок в этом view кстати я новичок я всего лишь там буквально может быть 40 в смысле 40 говорю пару дней провел с этим про этим фреймворком поэтому сразу если я что-то делал неправильно пожалуйста поправьте меня в комментариях или еще как-нибудь в общем я выберу стандартные дефолтовый бэйбл так называемые и с линт а вот и готова ну и в общем то теперь наверное что нужно сделать наверное сделать нужно sd как написано один момент sd как этому назвал его view а ну а теперь я могу написать заветную комоду код с точкой и из папки у меня откроется приложение которое называется вижу studio код я сейчас я немножко простяну по экрану и в общем то вот вы видите что у нас получилось давайте уже ради того чтобы все запустилась проверим как это у нас в принципе будет выглядеть на первоначальном этапе на вот и стартую проект ну как я как в том анекдоте когда муж приехал домой на санях на дровнях и привез кучу дров на лошади подъезжает к крыльцу и кричит жена при выходе я дрова привез конь поворачивается и говорит ага ты но в общем также и вот у меня получилось не я создала и запустил собственно говоря visual studio код мне службу для обслуживания http запросов сейчас попробуем ее открыть отлично так это у нас кле она больше не потребуется а это вот 88 да это тот порт который создался ну в общем вот так вот выглядит первоначально наше приложение я устанавливаю обычный для юая bootstrap я давно использую в общем-то для него много есть плагинов для разных фреймворков и разных библиотек в общем-то без такого плагина не обошлось и для view вот я нажимаю адрес который я нашел в интернете и в общем инструкции по остановке очень простые для этого мне нужно давайте в команду строку переключить быстренько для начала становлю проект он мне не нужен и вставлю такую команду это на том сайте описания в общем как вы видите установится сам bootstrap и его так сказать bootstrap view то есть надстройка сейчас он установится и далее нужно будет насколько я помню всего лишь навсего где-то здесь было написано сейчас один момент так это требование documentation секунду вот и мне единственное что нужно в файле apjs так у меня используется да нужно подключить css файлы так я использую модули вот apjs нужно подключить вот эти штуки вот я скопируем найдем map apjs ну это вот примерно как то а вот она вот сюда вот добавлю не знаю должно быть все красиво поэтому поставлю точку с запятой так у меня это установлено ну и в общем то для того чтобы увидеть как минимум запустить и ну давайте компонент вот есть давайте его почистим таким вот образом я сделаю вот и здесь какой-нибудь ну давайте баттон прилепим чтобы можно было проверить что разметка подключена вот так вот клик ну и для того чтобы bootstrap начал работать btn btn-outline ну пусть будет secondary нажимаем сохранить открываем сайт я помню адрес local host 8080 ну а как вы видите кнопка превратилась в нормальную кнопку то есть bootstrap успешно подключен ну давайте еще какой-нибудь выведем текст наверное какой-нибудь ну чтоб чтобы было ну вот например вот так здесь напишем span и напишем какой-нибудь класс ну пусть будет бэйдж и не просто бэдж а бэдж инфо вот а здесь напишем инфо ну-ка проверим да вот вы видите все сработало получилось следующим этапом установим font awesome который нам позволит втыкать иконки но перед чем втыкать иконки давайте немного почистим я вот тут вижу логотип давайте его удалю ну потому что он мне не нужен тем более что я уже удалил так здесь красоту я тоже наверно удалю теоретически она нам тоже не нужна так здесь у нас месседж ну месседж ладно пусть остается пока что дальше будем посмотреть и так что-то а сохранил нет что-то я удалил лого ассерт где-то у меня этот лого видимо подключается только я не вижу где а вот а нет сейчас посмотрим так 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 месседж лого сейчас найдем я буду вот так вот искать ctrl-shift-f напишу лого что такое не выпадаю сегодня буквы вот вот у нас есть лого а ну конечно я саму картинку не удалил ну и про старуху бывает порнуха поэтому вот сейчас попробуем все снова запустить да запустился и видимо сайт уже работает да я пока вас верну и как я говорил давайте установим этот самый фонд awesome ну или как фонд авасом еще некоторые говорят в общем неважно я считаю что это дело каждого произносить правильным ну не про этот разговор так насчет фонд awesome есть на самом деле такой же плагин как и для bootstrap вот страничка view font awesome и ставится на самом деле немножечко посложнее то есть количество пакетов для установки нужно чуть побольше но интеграция сделана таким не очень понятным для меня способом ну в общем я думал что все должно быть проще и так вот по порядку все три скрипта которые должен выполнить так проект ой давайте я остановлю чтобы он не булькал и давайте сейчас будем быстренько все подряд устанавливать я думаю что это быстро будет сами иконки но это нужно больше для иконок другого типа то есть solid они как бы закрашены если хотите но я их тоже поставлю не знаю насколько это обязательно или нет упс не попал так и вот сам фонд awesome так первое поставилось второе ставится третье ставим дальше нужно сделать вот это вот что нет стоп это есть бренды нужно ставить и теперь usage вот usage вот смотрите на самом деле вот что нужно сделать ключевой момент вот в этой вот строчке сначала нужно интегрировать библиотеку потом добавить в нее иконки ну например вот здесь добавляется user secret а потом вот этот вот view компонент подгрузить как отдельно ну давайте по порядку для начала я вот эту вот штуку найду куда вставить ну в хорошем смысле конечно так у меня тут установилось значит так main.js это нужно сделать да видимо это нужно сделать в main.js вот она view я поставлю вот так core не знаю почему здесь точек запятой нету почему-то привычка в порядок приводить дальше мне нужно сделать следующее мне нужно после того как я эту библиотеку установил мне нужно еще вот такую штуку сюда забубенить ctrl-v вот ну а теперь мне нужно вот в этот вот library да нужно добавить иконки которые ну собственно говоря понадобятся а потом я буду использовать не все иконки они мне все как известно не пригодятся а потом вот компонент да потом мы создадим компонент который давайте я скопирую чтобы не промахнулся в названии да вот она вот сюда и вставим вот то есть мы будем font awesome вот эта вот сама иконка и теперь вот компоненты то есть какие мне нужны иконки так ну я буду вспоминать наизусть ну во-первых давайте ставим ту самую строчку которую будет иконка иконки мы будем подстакать другие свернуть и вот то есть иконка font user secret нет мне не нужна во-первых нужна иконка которая будет читать данные ой читать сайта моего вот это короче то есть это в виде такой стрелки загнутой ну круговой потом мне нужен угловые скобки да angle angle так мне нужно double angle double left я что-то неправильно написал angle double left вот нашлась это самая крайняя стрелка вправо фа angle led double right самая крайняя вправо теперь фа angle 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 left соответственно и фа angle angle right ой ну конечно опечатка и фа angle right то есть пять кнопок вперед-назад вперед до конца и назад до конца и обновить ну вот как-то вот так ну и собственно что мне теперь нужно сделать как вы понимаете вот эти вот все кнопки вот таким вот дурацким способом не знаю что-то мне это как-то не очень нравится но бог с ним на вкус и цвет все фломастеры одинаковы поэтому не будем привередничать так view запускается нажимаем сохранить так ну и для того чтобы проверить что это все работает ну и работает так как нужно я предлагаю сделать следующую штуку смотрите у нас есть компонент который называется hello world ну давайте его удалим чтобы он не мешался здесь соответственно его тоже удалим и сейчас у меня перестанет компилиться сайт потому что на самом деле это очень удобно с одной стороны да когда вот нужно нельзя использовать компоненты или их нельзя подключить и не использовать ну вот поэтому view в этом смысле немножечко мне вот лучше чем react потому что она контролирует все компоненты которые вы подключаете и это мне кажется такой солидный плюс более того есть еще одна фишка в конце ну вернее дальше мы будем ее использовать когда указываются типы переменных и вот валидация то есть реквайт не реквайт тип ее это на самом деле прикольно штука вот мне понравилось и так нажимаем обновить у нас естественно ошибка потому что мы hello world не видим ну вот я про что и говорил то есть мы удалили из компонентов удалили из из темплейта и оставили в юсингах ну в импорте и вот теперь вот ее нужно тоже удалить поэтому ничего не собралось ну и вот у нас чистая штука такая получилась давайте для начала сделаем ну что view мне на самом деле в одном месте понравилось она достаточно интересной концепции имеет принцип у нее такой же как и ну очень похож на react то есть используются компоненты которые не мутабельные то есть не изменяемые то есть так называемые property ну ребята ну мне кажется с одной стороны заморочены ну ладно все поехали дальше итак у нас задача что сделать нам нужно задачу сделать интерфейс ну и прежде чем начать надо вспомнить какие компоненты у нас были в предыдущем проекте у нас был button list где мы отображали все кнопки у нас был категория selector у нас был humor viewer ну и там еще мелочь которая использовалась на других ну и тогда давайте ну для начала сделаем чтобы у нас все-таки здесь какой-нибудь заголовок был давайте сделаем здесь H1 и напишем давайте вот так напишем title мы уже начинаем программировать здесь соответственно мы добавим такую штуку которая называется data не знаю ну давайте я вот попробовал уже немножко с you играться я вот понял что мне нужно компоненты наверх это на самом деле удобно потому что видно как какие компоненты используются вот в этом в этой штуке я сделаю даже вот так что-то на интеллисенс не работает непонятно почему давайте сделаем вот так тогда ctrl kd да вот так сработало ну пусть будет так и в общем то здесь я должен указать что я должен сказать есть return где задается данные так сказать которые можно менять потому что в property указываются данные которые менять нельзя которые приходят извне по принципу и подобию как в реакте на самом деле view react очень похоже и мне нужна перемена которая называется title title мы назовем ее ну как вы понимаете музей ну так тоже можно юмора правильно написал правильно нажимаем сохранить и мы видим ошибку потому что я что-то видимо неправильно сделал сейчас попытаемся сообразить так один момент так давайте я все-таки сделаю через так называемую лямбду так стоп во-первых во-первых это у меня компонент объект да то есть это должно быть вот таким вот образом так так рассмотрим но return title так что он нам не говорит expected что-то он ожидает от меня другое проверяем дата сервис потому что потому что ё-моё сколько же уже я в жизни написал слово return так ну и собственно смотрим да вот теперь все правильно слава богу получилось ну и теперь раз у нас вот уже что-то как-то начало получаться да давайте вот у меня здесь up я здесь вот это вот text alignment text alignment делаю не центр мне это не нужно я сделаю сам вот этот тег по центру а дальше будем посмотреть что там нарисуется текст центр сохранить ничего не должно измениться совершенно верно ну и раз у нас уже есть заготовка давайте сделаем компоненты так первый компонент который мы сделаем будет называться давайте назовем категории selector таким вот образом категории или что там каталог selector ну пусть будет категория selector и разрешение будет ой расширение будет view так упс закрыл да ну смотрите компоненты рисуются достаточно просто можно и разделить вьюшки и писать на одной я предпочитаю писать на одной теперь уже смотрите я поставил сейчас покажу даже что я установил какой-то один из компонентов который позволяет отлично подсвечивать синтаксис ну и в общем у него еще всякие разные плюшечки вот эта штука поставил витур причем ее рекомендуют на сайте из полезная штука оказалась и в общем то вот темплейт получается очень простой есть вот такой да когда еще лэнгридж указывается но я вот такую вот view смотрите как эпично получается и дальше как вы понимаете ну я тоже буду использовать опять же темплейт и смотрите есть для typescript а где рисуется а я буду использовать просто javascript ну и вот компонентно то есть модульно этот принцип разработки системы а вот ну вот таким вот образом ну и так чем и как мы назвали категории селектор да нам для этого нужно нам для этого нужно да обязательного компонента должно быть название во-первых пусть он так именно него и потом и делается с категории селектор вот ну ну да пусть пока будет вот так категория давайте давайте вот так вот напишу выбор категорий юмора такс и в общем то смотрите тут еще такая фишечка есть как использование допустим стилей ой то есть я могу стили внутри компонента использовать так называемый стиль скоп и вот если я нажму здесь применю какой-то стиль допустим класс категории кате вот и здесь вот напишу кате и на него сделаю какие-нибудь штуки да то на самом деле вот этот вот доступ будет у меня только вот в этом компоненте ну не знаю скоп называется наверное это удобно ну я вот на юай не так силен как допустим на бэкэнде ну я не знаю плюс это или минус хотя наверное надо сказать что мне все равно извините ладно допустим есть у нас первый компонент который ничего не делает кроме как имеет название показывает вот такую кате да печатка классная категорий для того чтобы ее подключить мне нужно сделать ну во первых как вы понимаете сделать импорт этого самого компонента категории селектор и сделать его соответственно from катя он должен находиться компонент и категории вот категории селектор нажимаем сохранить здесь соответственно в компонентах мне нужно указать категории селектор и теперь как вы понимаете я могу этот компонент категории селектор использовать уже в разметке давайте проверим что у нас хоть что-то ой это можно закрыть она мне не нужна ничего не работает и наверное потому что непонятно почему сейчас проверим так может быть не запущен или запущен сейчас секунду проверим запустится так запустился проверяем ничего не работает а почему может быть потому что у нас здесь как говорится ничего нет а ну да мне же нужно импортировать вот таким образом извиняюсь сохранить и теперь смотрим опять ничего нету ну давайте разбираться что у нас не хватает тут у нас есть категория селектор у нас есть может я его не так назвал ctrl c кстати работает а нет не работает категория селектор правильно назвал экспорт дефолт теоретически все должно работать сейчас момент так ну может быть конечно недостаточно чего-то там ему чтобы что-то импортировать ну так давайте попробуем удалить компонент вообще страницу обновить а вот почему то есть я нажал f5 на клавиатуре она как бы подсветилась так непонятно может быть из-за того что не подсвечена кстати для того что разрабатывать на view потребуется еще такая штука которая как бы ну не сказать что она там обалденно удобная может я просто не умею пользоваться но тем не менее вот я вижу что это давайте попробуем удалить компонент из использования и снова допустим подставить потому что что-то я как-то не совсем понимаю так ну вот да когда компонент не указан тогда начинает ломаться сайт теперь нужно убрать импорт так теперь все работает проверяем ничего нету сворачиваем и теперь делаем все обратно компонент включаем так вот сайт перезапустился да теперь перевоз видимо из-за того что не было включено dev tools поэтому она не обновила когда нажала f5 тогда она появилась ну ладно пусть у нас здесь будет выбор категории раз у нас есть выбор категории давайте сделаем еще один компонент мы сейчас не делаем каких-нибудь телодвижения по поводу байдинга данных мы сейчас просто сделаем разметку чтобы в дальнейшем было удобно уже просто накладывать некоторые фишечки прямо в процессе разработки фишечки я имею ввиду что сервисные серверные если хотите фреймворковские методы в общем функционал накладывать неважно я уже заговорился так ну и давайте тогда я уже просто думаю про новый компонент который называется button list естественно разрешение будет view потому что он будет на UI выводить информацию темп plate view само название мне как-то не ложится на слух ну и здесь соответственно я тоже должен написать name name у меня будет button list здесь как раз будут те кнопки шаблон но давайте пока сделаем вот так div вот нет что-то я не так написал а вот так напишу div да и пока давайте какую-нибудь кнопку сделаем button пусть будет допустим ну вот такая вот еще одна вот такая ну чтоб мы хотя бы хоть что-то увидели хотя такую я не могу поставить ладно сейчас по-другому напишу 1 2 вот а здесь напишем класс btn ой btn пробел btn тире out line тире secondary escape нажимаем сохранить компонент есть теперь осталось его подключить но это все делать по такому же принципу я здесь напишу button list ну естественно я его должен назвать извиняюсь за копипаст нажимаю сохранить и что-то не работает а ну да я его подключил но не использовал так ну давайте тогда сразу сделаем красиво для того чтобы это выглядело более-менее симпатичненько да давайте сделаем ну во-первых хедер пусть остается хедером а вот это вот обернем в div потому что я помню что я уже это делал на предыдущих разметках ну кстати можно попробовать скопировать вот а здесь соответственно button не не так button list нет нет таким вот образом нажимая сохранить это компилировалось о смотрите кнопки появились да что-то у них не применился стиль или мне показалось давайте посмотрим а ну конечно всякую фигню написал button list обновить хопа во теперь видно что нет не видно то есть уже почти а вот ну да то что они не подсказали что я тут написал гадость это всякой и теоретически да вот теперь кнопки появились а ну их нужно конечно в группу объединить ну ладно потом в общем у нас есть какой-то компонент категории селектор есть какой-то button лист ну и как в предыдущем видео я делал на реакте и на уреле у нас по идее здесь должен быть какой-нибудь humor viewer вот ну и теперь компонент естественно нужно создать я прям вот обратно вот теперь иду вот так прям вот сплошной копипаст отлично здесь создаю новый файл с точка view не поворачивается мне слово сказать view это просто view для меня пусть будет view теперь здесь напишем template пока оставим в покое здесь теперь напишем ск скрипт вот здесь обязательно name двоеточие shift ctrl v вот у нас здесь уже какой-то viewer появляется дальше теперь для того чтобы мне этот viewer стал юзером да ну давайте пока здесь тоже какую-нибудь лабуду напишем так вот ло рем вот такая штука но вообще наверное не такая нужно сделать чтобы эта штука была в каком-нибудь диве ну на это видимо и ругается этот view да все перестал ругаться и соответственно здесь уже да вот появился этот текст то есть вот три компонента давайте сделаем немножечко покрасивше мы уже любим эстетику здесь вот так вот напишем не зря же мы bootstrap подключали мы здесь напишем класс m y ну сделаем 4 это расстояние подключит между компонентами причем только с вертикальной стороны так сказать да вот они оторвались друг от дружки отлично ну и раз у нас есть давайте сначала сделаем четыре кнопки это наверное мне кажется простой вариант где у нас кнопки раз уж мы про них начали писать тогда давайте про них и делать так не хотелось бы занимать ваше время ну а придется поэтому напишу здесь класс ничего копировать нигде не буду button group но это нужно для того чтобы кнопки объединились в группу сейчас проверим еще пока не объединились так дальше у нас есть button secondary стоп может быть я не сохранил конечно не сохранил сохраняем проверяем да вот кнопки объединились в группу ну и опять же раз у нас кнопка объединились в группу ну давайте я вот здесь сделаю button list давайте я здесь делаю не только т4 но и текст центр я думаю ну видимо и здесь тоже надо будет сделать текст центр проверяем ну вот более-менее уже на то что хоть как-то похоже так это нам пока не нужно это не нужно так давайте вот с этими кнопочками разберемся ну во первых у их у меня должно быть так мы кстати еще не попробовали сделать вот это вот фонт а весомье да айкон ну икон айкон айкон давайте проверим что у нас этот компонент который мы подключали самый последний что он действительно работает а здесь мне нужно сделать вот такую штуку написать айкон ну вообще на самом деле это бандинг это view она имеет некоторую такую специфичную разметку не говоря уже про какую разметку имеет ангуляр ангуляр вообще жесть по-моему ну и в общем вот такую вот разметку она подсвечивается если установить вот компонент который который как он называется там ну который я показывал не помню господи покажите я вам скажу вот витур вот он достаточно мощная система подключает это но мы пока бандингом не будем пользоваться мы сделаем привязку напрямую потому что у нас иконка нам здесь бандинг не потребуется мы просто сделаем связанное и вот этот вот того awesome icon он работает по следующему принципу то есть я фа уже писать не должен я здесь должен написать англ 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 как он там дабл дабл так это у меня лэфт ну пусть будет лэфт вот ну и соответственно здесь примерно то же самое должно быть но только без упс куда-то не то нажал вот вот это нужно удалить вот здесь так здесь должно быть дабл здесь просто англ лэфт теперь я копирую вот эту строчку два раза здесь соответствую делаю делаю райт ага да а здесь делаю райт и еще и дабл вот но это у меня четыре кнопки вверх-вниз слева-вправо еще здесь делаю ctrl-v ctrl-cd нажму и здесь у меня будет просто редо так если я не ошибся я должен сейчас видеть четыре кнопки да совершенно верно ну давайте среднюю кнопку сделаем чуть-чуть побольше здесь еще напишем вот так вот обновить так что-то у нас склеивается проверим ну не так некрасиво так давайте вот так вот ну ё-моё ну вот первый плюс первый плюс использовать ауреля ауреля это понимает так и насколько я помню можно такое поставить так nb sp нет sp nb вот все-таки nb sp да это будет пробел ну так более-менее а еще давайте сделаем эту кнопку наверное не outline а сделаем даже не secondary а primary ну потому что это у нас кнопка главная вот ну вот более-менее так ну функционал для кнопок мы навтыкаем потом сейчас пока меня это устраивает теперь нужно подключить как они называются категории категория у нас было давайте я возьму эти категории старого проекта вот я сейчас их вот скопировал так давайте во-первых переключимся в категории селектор да тут у нас он абсолютно пустой вот ну для начала давайте сделаем все-таки вот такую штуку и здесь помимо того что у нас должно быть написано ну в смысле сами категории давайте немножко затронем такое понятие как property да есть такое props мы уже их видели в реакте здесь они тоже существуют работает примерно таким же образом во всяком случае я отличий не нашел и я вот начну вот с чего у меня вот это вот loading понятие оно будет ходить из control в control то есть так или иначе каждый control должен реагировать на то что в данный момент успевает все загрузка или нет ну то есть кнопки должны блокироваться UI должен там обновляться вот поэтому я вот начну с категории селектор это самое основное где вот будет откуда будет поступать информация в мою систему в мой application и поэтому сделаем вот таким вот образом что мне понравилось в view есть такое вот props оно собственно говоря такое же я на самом деле честно говоря не знаю в реакте такое же можно или нет но здесь можно задавать вот такую штуку по-моему такого в реакте нет во-первых я могу указать type да то есть тип буллин это как бы не typescript это тип который вшит именно в view я могу указать значение по умолчанию как вы видите вот у меня какая штука интересная получается ну и теперь да вот я скопировал а нет стоп давайте для начала смотрите вот эти вот property они тоже и tonli они поступают извне но есть такое понятие как data это mutable объект и я вот таким вот образом давайте обычным сделаю вот так и у меня должен вернуться объект ну то есть этот объект как бы он заполняет вьюшку это на самом деле вот удобно удобно в том смысле что можно можно изначально создать все практически да то есть отрисовать полностью вьюшку и потом задать значение по умолчанию и в общем настроить от начала до конца все все как будет выглядеть это с одной стороны мне казалось очень удобно ну с другой стороны может быть есть в этом и минусы но я пока давайте так у меня где то есть я уже в одном из проектов это делал вернее два раза делал так вот сейчас делаю вы уж не простите за копипаст хочу сэкономить ваше время вот вы смотрите у меня уже есть категории да у меня уже есть категории есть у меня излоудинг аппарат в смысле этот ну и в общем то разметка что касается разметки ну давайте тогда уже начнем рисовать раз уж мы начали пусть это будет именно так сколько время еще немножечко у нас ну 15 есть ну и для начала нужно сделать так чтобы она потребует один такой в рапер элемент хатамельный который будет включать себе все остальные элементы ну и в общем давайте сделаем таким образом я сейчас напишу диф мне нужно чтобы у меня были или в этот диф у меня давайте я сделаю input в этот input это будет класс ой не класс а type checkbox вот так я пока сделаю tags и наверное мне нужен какой-то какой-то лейбл да чтобы подсветить что у меня здесь будет написано то вот ну и в общем смотрите вот это делается примерно таким образом но во первых для view используется вот такой вот как вы видите перечитение команд это атрибут который реализованный на view ну и в общем я буду писать вот такой у меня есть категории как вы помните принцип так же как и в ауреле то есть подставляется категории of categories вот но так как так как вот этот вот самый требует атрибут да я так думаю да вот кей требует но нужно добавить сюда еще кое-что поэтому я сделаю таким образом кей это кстати вот . ой двоеточие это тоже один из принцип бандинга так если можно выразиться кей но пусть будет категории так мне кавычки забыл категории айди у меня же есть айди есть но смотрите ошибка исчезла и у меня вот получилось что я сейчас должен увидеть как минимум тут мне нужно сделать что я хочу видеть разметка такая же я здесь вижу категории неправильно точка name так откомпилировалась выбор категорий не сработал ага что то у меня все таки там какая то ошибка категории not defined очень интересно я может быть ошибся c 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 да у меня ошибка не исчезла с not defined instance during render а ну вот это как раз к тому вопросу о том где чего нельзя но слава богу этот как он называет так блин view он делает достаточно понятные информативные предупреждения о том что можно использовать что нет но и вот сейчас давайте все это вернем чтобы заработало то есть мы делаем view мы его подставляем айди так нам нужно что сделать нам нужно определить почему он не может найти этот самый категория категория ctrl c c ctrl v ой ctrl c может быть я печатался нет вроде бы все правильно нажимаем сохранить проверяем так вот для начала давайте немножечко сделать такую штуку я хочу поправить разметку что-то мне в глаза все склеивается и users ой нет user и settings tab size 4 и вот 4 непонятно здесь insert space ага так и так что у нас тут непонятно у нас есть дата ctrl cd сейчас еще один момент проверим у нас есть ну вот вроде заработало отлично поехали дальше теперь нам эту штуку нужно отобразить красиво но для начала не просто красиво а чтобы чтобы это все обработало было было у меня как минимум в одну в одну строчку так давайте это я на следующую строчку поставлю здесь напишу класс bootstrap слава богу имеет всякие разные штуки так чек нет чек так инлайн такая штука есть полезная так давайте я еще здесь сделаю одну тоже интересную штуку которая называется title я в title хочу выводить информацию о том какой идентификатор категории я выбрал так ага не подсветилось а я забыл поставить сюда точку запятую вот теперь это будет привязка то есть бандинг ctrl cd вот смотрите получается пока красиво нажимаем просмотр отлично уже почти все как нужно и подсветка есть хорошо давайте сделаем так чтобы key ключ да в лейбл да можно было на метку кликнуть для этого нужно сделать что здесь правильно написать for и не просто for здесь нужно написать bind for равно и вот таким вот образом я сделаю здесь скажу key а здесь скажу вот такую штуку нет неправильная штука вот 4 и здесь я напишу ну допустим категория точка ид вот я что сделал и собственно говоря как вы понимаете это даст мне возможность кликать на лейбл так что мне лишних много ну смысле на метку и она должна включать или выключать соответственно ага я сейчас это тоже не вижу хорошо так чекбокс давайте теперь с чекбоксом разберемся но во первых чекбокс у нас а я ж не туда поставил вот 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 как я неправильно сделал вот этот как раз должно быть нет key должен быть сейчас один момент это должно быть вот здесь но только key как раз должен здесь для байдинга а лишнее упс не то где оно вот лишнее сколько сохранить проверяем не работает ну уже хорошо будет чем заняться значит так дальше давайте проверим что это категория деке кей здесь у нас кей категория и хорошо так но для начала давайте сейчас так вот немножечко растяну по секунду хорошо не хочет сразу метка я еще не воевал да но для начала класс здесь поставим пусть будет здесь у нас по моему форма чек нет чек тире по моему импут импут наверное сейчас проверим не хочет разметку все равно выравнивает ну гадость какая так type checkbox чек valueit что нам еще сюда нужно нам нужно сюда вот самый тот самый излоудинг да я вот так вот сделаю из из а нет стоп я хочу сюда дизаблет ой сделать излоудинг помните я создал свойства вот control kd хорошо чё то она у меня не а нет все сработало давайте проверим что это уже похоже на правду может быть не явилось нет что это не работает так давайте еще раз проверять ну bind айди да давайте так айди класс готов ну здесь не нужно написать в моду чтобы приписать ну на самом деле описание конечно есть все на сайте как то работает но как там написано это синтактический сахар и категории ид а нет у меня есть из selected вот в общем в моду это синтактический сахар который одновременно привязывает несколько свойств в общем подробности вам нужно почитать на непосредственно самом этом сайте view ну еще вот а стоп у меня ждут это кей мне сюда нужно не кей мне сюда нужно айди привязать вот почему не работает вот смотрите все заработало да только криво как-то а наверное нужно метку тоже применить какой-то насколько я помню класс и он звучит как форм нет да форм ч чек по-моему label label наверное все таки label сейчас проверим один момент ну вот все выровнялось и красиво стало ну и даже даже похоже на что-то так ну еще как вы помните у меня там были метки которые еще было плюс 18 поэтому я сделаю отдельным дивом вот так вот это див то вот так вот у меня будет называться control kd вот так вот вот и в этот див я тоже должен втыкнуть вот этот вот input и вот этот вот label вот но только здесь у меня привязка будет уже не такая будет а adult checkbox 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 будет мы потом создадим это свойство пока я его удалю и здесь я тоже напишу так же как и в предыдущий раз 18 плюс и категор форм нет здесь как раз форм будет конкретное слово adult ну в смысле для взрослых вот вот 18 плюс сохранить проверяем да 18 плюс появилась так что-то у нас тут сломалось а но она говорит что не найден этот adult который я привязал да где он вот он потому что мне здесь нужно не mapping сделать ой не binding а просто название еще раз f5 все все работает чистенько но давайте еще ой один раз сделаем его ну не просто таким как он есть а сделаем такой span класс ну это же опасный контент текст да danger и вот такой вот штука елки-палки опять все съехало не знаю не очень мне кажется удобно это но ну ладно слава богу на view я не собираюсь программировать вот такой вот момент у нас получился так ну теперь немножко осталось накидать view и потом view у нас уже будет в другом месте humor view мы вот эту гадость стираем раз разметка у нас и так уже много времени заняло так для того чтобы время сократить не сейчас ну ладно давайте тогда так и сделаем так первое что нужно ставить div который будет все внутри обобщает дальше у нас должен быть div который называется header я вот так и назову класс класс я там делал везде карт пусть будет карт так и у карточки должно быть три div вот так вот один должен называться класс даже не так сделаю вот так сделаю теперь напишу класс равен здесь напишу карт header здесь напишу карт card body и еще один соответственно card footer так давайте проверим что поменялось да уже хоть на что-то на что-то начинает быть похожим ну и в общем если у нас есть header то здесь должен быть какой-то там давайте я пока с одними скобками сделаю это должен быть здесь title вот я думаю что он ошибку то не покажет мне нет не показывает ну и значит мы потом все это забейтим сейчас только привязку сделаем так здесь у нас должна быть информация о том что это из adult вот так вот сделаем так дальше у меня на другой стороне если вы не помните в этом в других проектах был такой span в котором класс фло от right ну то есть смещен вправо и там была информация о hall name ну то есть из какой категории пришел так дальше беремся теперь быстренько за на body ну во первых у меня там тоже был какой-то спан а там был номер номер этого самого музея юмора флот флот тире rip right здесь напишем пока ну пусть будет спан здесь делаем класс тот самый бэдж бэдж инфо наверно было я не помню напишем 555 вот как бы говорит о том что а давайте сделаем вообще сразу по хитрому пусть это будет баттон потому что я ж там нажимал на них вот и б баттон будет бтн бтн ин ну пусть будет primary вот и это типа открыть этот сам продукт ну в смысле сам этот музей юмора но уже там удаленно дальше тогда напишем нет сразу давайте сделаем что потом просто подставить значение да и все будет x хибит . айди вот но пока хватит и дальше у нас body я неправильно написал вот почему она плохо посвятил посмотрим что он показывал да вот теперь тоже более-менее солидально вот дальше что нам нам нужен контент отобразить если вы помните то в реакте отображалась это не все так не просто там специальный атрибут использовался то здесь на самом деле все очень просто то есть я поставлю div и здесь мы отобразим тот самый x хибит . контент ну во всяком случае пока сделаем так да вот так вот образе ну и в футере если вы помните там две даты это было давайте сразу вот так сделаем x хибит ой мне уже подсвечивается да подсвечивается created 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 вот это и еще был один updated это но он был спан опять же класс флот 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 вот то есть было отображение Когда это было создано И когда было Давайте прямо так вот напишем Создано И здесь соответственно Обновлено Нажимаю сохранить Смотрим Ну вот такая вот разметочка получилась Простая, а ну еще у нас был Здесь один компонент, который Так, в категориях он был И вот здесь внизу Так, сейчас Секунду Так, уже не склеивается Сейчас я соберу в кучу Да, вот под этим вот У нас еще был компонент, который Показывал Сейчас, английский Total Fine, да, то есть там была Вот такая вот надпись Найдена, по-моему, была Двоеточка Ну без G Потому что было точно без G Вот Ага, найдено все-таки неправильно написал Даже, наверное, вот так я сейчас сделаю Потому что там это было написано Класс Small Ну вот, как-то вот так Да, похоже на то, что Уже похоже Это было жирным Здесь Еще какой-то знак должен быть О том, что 18 Если она Найдена Ну, в общем С разметкой мы закончили На этом вообще предлагаю закончить Пока что Дальше будет дальше Ну и Да Пишите комментарии Ставьте лайки В конце концов Всего доброго И хорошего вам дебага Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!